По поводу фастов в клубах, чувак, надо делать фастов в клубах, надо, чтобы это был мужчина, и желательно, чтобы он был такой жесткий. Там психолог скажет, ты сильный, ты жесткий, ты всех ебешь, и ты сейчас идешь на улицу такой, блядь. Я сильный жесткий. Я сильный жесткий. Здорово, это Шамшурин, и я вместе с этими многочисленными уточками приглашаю тебя на свой новогодний, заключительный в этом году тренинг-практика, который пройдет с 12 по 15 декабря в Москве, в центре Москвы, в пятизвездочном отеле, в камерной обстановке. Из плюсов это будет дополнительный день, это очень важно и ценно. Это будет приглашенный специальный гость, лучший стилист в России, Александр Белов. Много чего еще интересного, и в принципе, самый главный плюс, это возможность начать в новом году совершенно новую жизнь, полную красивых женщин, без одиночества, возможно, найдя себе любимую, это уже твой выбор. Итак, я приглашаю тебя на новогоднюю практику с 12 по 15 декабря. Ссылка под этим видео, записывайся. В чем вопрос, если коротко? Про психолога или про непсихолога? Как избавиться от того, что ты такой хороший, типа зайка-милашка, боишься кого-то обидеть, там, как бы все по канону. Как избавиться от синдрома того, что ты боишься кому-то не понравиться, сделать лишнее, что ли? Все должно как-то по любви. Чувак, смотри, это все понятно, все должно быть по любви и не по любви. То есть смотри по поводу фастов в клубах, чувак, надо делать фасты в клубах и все прочее. И не то, что надо, это реально делать, это можно делать, это нужно делать. Но я считаю, в твоем случае, во всяком случае, надо делать поэтапно. То есть понятно, что сейчас, приехав со своим набором убеждений, что там надо по любви, нельзя это, нельзя то, у тебя в голове не укладывается, какой нахуй клубный фаст вообще, что происходит, вы о чем. Естественно, что сначала нужно потихонечку понять, что в принципе подходить не страшно, и тебя никто за это не осудит. Там, брать телефон не страшно, идти на свидание, целоваться. То есть здесь, в твоем случае, надо это делать постепенно. Потому что, по большому счету, каждый мужчина, по идее, хотя бы на жизни нормальный, я считаю, неплохо бы, чтобы он сделал какой-нибудь клубный фаст или что-то еще хотя бы клубный, чтобы он понял, что, ебать, и такое возможно, и я это могу, значит, я клевый и так далее. Но тебе сейчас, короче, и не надо никаких фастов. То есть твоя задача здесь как бы базово научиться заинтересовывать собой, подходить там, выходить из этого синдрома каменных ног и пригласить девушку на свидание, пойти с ней на свидание. Откуда все это говно? То есть ты говоришь, или надо идти к психологу. По-хорошему, если там действительно насрано, хотя что-то я пока не заметил каких-то критичных вещей у тебя в голове, то надо и так, и так. Другой вопрос, где найти хорошего психолога, я знаю только одного, но не буду сейчас долгую рекламу делать, я еще успею. Вот. И второй момент, что даже люди, которые ходили полтора года к Ирине Кравченко, блин, я уже, видишь, делал рекламу, которые сейчас хожу я, то есть они приходили туда в охуительном состоянии, когда они боялись смывать ночью унитаз, потому что им казалось, что они разбудят соседей. Ну это не просто, это реально пиздец. Вам смешно? Это болезнь, блядь. И ты говоришь, мне там неудобно. Вот чуваку неудобно было посрать ночью, понимаешь? Я к чему, что бывает и такое, да? Он был там жирный, не знаю, не выходил из дома, потому что его мама сказала ему в детстве, что в 10 лет, не надо тебе ходить во двор с мальчиками, гулять с этими, они плохому тебя научат. Вот. Давай мы тебе лучше отдадем специальную школу там для мажориков и так далее, да? И когда он пришел на терапию, он сказал, у меня такая охуенная мама. Она так обо мне заботится. А мама просто, блядь, пиздой перечеркнула всю психику ребенка, потому что она закрыла его асоциум, понимаешь? Ну и поэтому чувак там в 30 лет не выходил из дома, был засаленным жирным программистом, когда первый раз вышел. Прошел ночью полквартала, блядь, он снимал это как квест нахуй на камеру. Я к тому, что даже после вот этих вещей, которые вылечить можно, все равно она отправляла этих людей ко мне для того, чтобы учиться общаться с бабами. Здесь другой уровень страха. Можно я задавал? Сейчас, конечно, надо убирать вот эти все установки, откуда это, это все из детства, но убирать надо как? И практикой, и разбором, вот, скажем, инсайтами и осознанием, да? То есть, когда у тебя в голове складывается картина, что это, блядь... Ну да, но если брать из психолога практики, сначала надо точно практику. И большую часть практики, потому что нормальный психолог даст тебе задания практически и всегда, которые будут не такие, чтобы поговорили и разошлись. Она скажет, так, а теперь ты идешь, короче, я не знаю, что, первое, что тебе в голову приходит, что стрёмно делать, что нельзя делать, что вообще нельзя по жизни, или с девушками, что нельзя делать. С девушками, подойти девушке с этим. Хорошо, если я буду психологом, я тебе буду говорить, это можно делать, Адлера. Мы разберем, откуда это, это тебе мама там сказала в детстве, там, так нельзя, будешь там, так, я тебя не буду любить. Один хуй ты не сможешь, как бы, ну, подходить, то есть, ты не вылечишься. Поэтому сначала практика о психологии, если уже это не помогло. Потому что нормальный психолог скажет, теперь ты идешь и делаешь то, что ты боишься, ты идешь и подходишь к девушкам. И ты это должен сделать много-много-много раз. То есть, у тебя в башке организовалась картина, что вот это нельзя. Она ничем не подтверждена. Вот если разобраться сейчас и распилить твою ситуацию, непонятно, почему нельзя. И то есть, для того, чтобы в голову, блядь, вбить другие убеждения, надо просто много раз сделать то, что нельзя. И понять, что оказывается, блядь, это было можно, понимаешь? Вот ты говорил на одном видео, что справедливость это такая черта, которая сложная в этом... Друзья, я, извините, перебью. Вот, смотри, а зачем ты вообще задал этот вопрос? Ты хочешь вот оставаться в образе вот этого воспитанного чувака? Или ты понимаешь, что тебе нужно вот немножко так, как сказать, а скотиниться, стать более наглым? Да, да. Вот я поэтому, они что-то тебя грузят какими-то психологами. Ну, вот эта полчасовая дискуссия, считаю, сейчас, ну, ты не совсем получил ответ на свой вопрос. А я услышал, что, ну, вот, правильно ли я понимаю, ты хочешь быть, вот, стать этим наглым? Или ты хочешь остаться приятным парнем и вот в образе приятного парня действовать? Как правильно? Мне не хватает наглости. Вот, вот. Тебе все-таки, ты хочешь стать вот этим чуваком, да? Ну, здесь тогда уже, опять же, вы... Ну, что девушки любят, как вы говорите, самцов, сильных. Вот и все, все очень просто. Тут, как бы, слишком какая-то долгая дискуссия образовалась по этому поводу. Но, короче... Я бы тебе ответил, короче, там, по поводу практики ты задал очень просто. Это очень реальный вопрос. Надо практиковаться и надо выбирать себе наставника, который тебя вот будет этому обучать. То есть это надо, чтобы это был мужчиной, желательно, чтобы он был такой жесткий. Вот, то есть это на этом надо учиться именно вот у жесткого мужика. Больше тебе ничего не надо. Нахуй какие-то лечения, санаторий там, блядь, эти ебаные эти, блядь, каких там психологи, которые тебя будут там 10 лет лечить. Это все очень, ну, короче, я тебе этого не рекомендую. Я рекомендую тебе делать практически упражнения и искать себе наставника. Это все самое... Ну, я сейчас добавлю к этому поводу. Тут, в первую очередь, надо разобраться в себе, что ты реально хочешь. Просто иногда бывает, что тебе кто-то навязывает, что вот это круто, а это не круто. Я знаю чуваков, которые делают фасты в клубах, они думают, что это круто, но на самом деле это, сука, пиздец, как легко, в этом скилла вообще никакого нету. А потом этот чувак заходит в метро, и он думает, блядь, а вот мне как, лучше познакомиться с ней, когда она сидит, или когда она выйдет это. И тут он просто нахуй рассыпался, понимаешь? Тут надо понять, что ты реально хочешь. У меня такой вопрос у нас. Тут делать, ну, не надо говорить, делать, вернее, что тебе кто-то говорит, вот это круто, значит, ты должен это сделать. Варя, сейчас к вопросу о фастах в клубе, да, чтобы их там делать, то есть тебе нужно здесь научиться по-хорошему в полях просто обычные вещи делать. Тогда в клубах у тебя проблем не будет. То есть в клубах нет проблем у двух категорий мужчин. Либо у тех, про которых говорит Денис, которые там нашли для себя вот какую-то вот стезю, у них нихуя ничего не получается вот просто в обычном знакомстве, для них это нереально. Они набухиваются в клубе, знают, что там есть набуханные телки, ну, и как-то там они вот себя нашли, понимаешь? Да, то, о чем говорит Денис. И вторая категория людей, у которых все получается в том же клубе, это те, которые здесь прокачались, и в клубе стало еще намного легче. На самом деле там проще. А по поводу того, что Денис говорит, тебе надо понять, что ты хочешь, иногда для того, чтобы понять, что человек хочет, ему надо это сначала попробовать. А чтобы попробовать, ты пришел сюда. Просто смотри, да и можешь допустить то, что ты скромный, весь такой хороший, там добрый и так далее. Это всего лишь наиболее привычная, скажем, часть твоего характера. У тебя бывают мысли о том, что в принципе где-то ты, короче, не всегда такой, где-то ты, блядь, жесткий, там, брутальный, можешь кого-то послать нахуй, и скорее всего есть у тебя такие, там, примеры. Может, там, младший брат накосячил, ты говоришь, блядь, ты че там, ну, то есть, ты можешь на него прикрикнуть, или где-то на работе кого-то там и так далее осадить. То есть, значит, это в тебе есть. Просто нужно ту штуку сделать более привычной, чем сейчас. Сейчас вот эта няшность привычная, вот этот вот наглый, в хорошем смысле, чувак, он для тебя непривычный, слово непривычный, понимаешь? Это не значит, что это не твое, или там тебя нет. Просто не привык. Чтобы привыкнуть, ты пришел сюда. То есть, тебе надо здесь как можно больше вот в этого чувака играть, в хорошем смысле слова, и ты поймешь, что, о, нихуя себе, тут прикольно вот в таком состоянии. Просто привыкнуть к этому надо, и все. А потом уже, если уж, блядь, пиздец, как бы ты не привыкал, но у тебя прям не получается, параллельно можно там добавить психотерапию. Но параллельно. То есть, первично, любая херня, любой навык встраивается за счет практики. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова